Начинаем интервью с одним из лучших пластических хирургов России, Сергеем Мушаком. Правильно? Один из лучших? Ну, борюсь за это звание. Ну, как Вы считаете сами, что Вы входите в такой вот, как будто небольшой профессионал, настоящий профессионал в России? Если речь идет о рейтинге, то это вещь, над которой надо работать специально. Причем не в операционной, а именно с помощью привлечения средств массовой информации, то есть медийных средств. Вот тогда возникает тот самый рейтинг, о котором Вы говорите. В операционной я не борюсь за рейтинг. В операционной я думаю, прежде всего, о том человеке, которому достанется моя работа. Не о рейтинге. Рейтинг возникает потом. Вот приходит к Вам женщина. Кто оценивает, неужели Вы берете на себя ответственность и смелость оценить ее красоту и сказать, вот это, дорогая, давай мы тебя отрежем, вот это отпилим, вот это отсюда вкачаем, отсюда выкачаем. Кто определяет какие-то параметры красоты? Вы один в этом такой? Ну, раньше именно так и было, по большому счету. Если вспомнить, как это было ранее. Да, действительно, я рекомендовал. Очень активно навязывал буквально свое видение. Ну, что давало мне право? Ну, опыт. Потому что все-таки у женщины, которая пришла на прием, это первый опыт. Ну, работы с пластической хирургией. А у меня все равно его больше. И все равно есть какое-то право рассказывать хотя бы о предыдущих случаях. Рассказывать о том, как было с кем-то, кому-то подошло. То есть, некоторая статистическая такая наработка, которая позволяла, давала право, позволяла судить перспективы вот этого случая. Плюс еще собственные амбиции, то есть, желание выразить на себя максимально, как я могу посмотреть. Это было, да. Раньше было такое. Ну, а сейчас уже вы продолжаете поделаться? Сейчас, сейчас вот эти вот повторяют эти энергии, амбиции, которые вот в детстве, там, начившество, вот это вот уходит на второй план. Все-таки выходит на первое место, выходит желание, скажем, помочь человеку, даже не помочь, а вылечить человека, избавиться от этой вот проблемы, которая его привела ко мне. И это могут быть разные ситуации. Для этого иногда и не обязательно делать весь тот комплекс, который я делал раньше. Для этого может быть достаточно любое вмешательство, чтобы человек остался доволен пережитым опытом. То есть, вот женщина может привести в операционную, вообще бог знает что, то есть, вот обратиться к хирургу, но просто не человек засомневался в своей собственной самооценке, засомневался в своих каких-то вот личных качествах, вот просто засомневался. Для этого утащить его в операционную и пережить полностью, меняйте на все, ну, вот я сейчас понял для себя, что это не обязательно. Достаточно дать ему возможность проверить свои силы, то есть, пережить небольшую операцию, пожалуйста, прыжок с парашютом, пожалуйста, поход в горы, пожалуйста. То есть, проверить себя, ну, если она это хочет, если вот она это понимает, с чем столкнулась, да, это делаем. Независимо от того, что я мог бы сделать больше. А если приходит к вам женщина, которую вы, ну, видите, что некрасиво, совершенно некрасиво, она из себя хочет называть Анжелину Джоли сделать, да? Сделайте мне вот так, сделайте мне вот конкретно такие скулы, сделайте из меня Анжелину Джоли. Вы, а что говорите в таком случае, что это возможно я постараюсь, либо, дорогуша, тебя же с природой вот такой сделай, я не смогу это сделать. Ну, я же тоже прибудет, получается, нереализованная амбиция, то есть, неужели я не пойму этого человека. Конечно, я понимаю, что вот она хочет реализоваться в таком вот плане. Вот у нее такой творческий замысел. Если мы понимаем друг друга, если наши цели совпадают, то можно заняться и таким проектом почему нет. Можно вместе, вот, как сказать, паривать в этой творческой, то есть, она предоставляет свой материал, что называется, во всех отношениях, ну, во всем смысле, то есть, время, силы, средства. Я свой опыт, и вот моими руками, по большому счету, она делает с собой все, что хочет. То есть, вот в операционную она приходит и делает вот свой собственный заказ, как парикмахерская, например. То есть, жигули, значит, можно сделать наш собственный, да? Вы представляете, сколько надо приложить сил и средств? То есть, чаще всего это очень долго и очень хлопотно. И всегда задаю вопрос, а стоит ли я ученика выделки. Всегда задаю этим людям вопрос. Если человек убеждает меня, что да, иначе никак, почему нет?